У нас будет всего по три задания. Приступаем к рундуру комнаты моих родителей. Ой, капец. Какой у тебя класс! Мне нравится, я беру эту вещь. Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать именно тебя на моем канале. И сегодня я снимаю, наконец-то, подвижное видео. Вы ждали, вы просили. И это видео я буду снимать не одна. Давайте-ка подумаем, с кем вы давно просили, вы ждали. Каждый комментарий в моих социальных сетях был на эту тему. Карина, сними, наконец-то, видео со своей мамой. Поэтому я приглашаю маму в студию. На диванчик. Мама, прошу вас. Мама у нас приходит не одна. Привет, ребята. Меня втянули снова в какую-то авантюру. Сегодня снимаем. Сегодня я Карина буду, оказывается. Да, сейчас я вам, ребятки, все объясню. Сегодня мы с мамой собрались меняться жизнями на 24 часа. И делать это мы будем в не таком уж и простом формате. Я тут подумала, что у нас все видео с мамой были разговорные, где мы отвечаем там на вопросы. Все банальное, простое. Этот видос будет очень интересный. Ребят, у нас есть чудесные две коробочки, которые сейчас окажутся у нас в руках. И эти чудесные коробочки нам нужны для выполнения сегодняшних заданий. Мы с мамой заранее прописали для друг друга задания. То есть в маминой коробочке лежат задания, которые я написала для нее. А в этой коробочке задания, которые мама написала для меня. Там очень много записочек. И мы их будем вытягивать и выполнять задания. Там все, что делает мама, все, что она любит, в общем-то. Там все, что люблю и делаю я. Я подготовила для Карины задания. Их очень много. Она выполнит из них несколько. Но они все очень каверзные. И я буду очень счастливо наблюдать за тем, как она все-таки их выполняет. Потому что задания такие, которые она абсолютно не любит делать дома. И очень редко она что-то вообще делает дома. Ну, мамочка, я для тебя тоже подготовила очень интересные задания. Хотелось бы посмотреть на то, как ты их будешь выполнять. Поэтому, ребятки, давайте-ка вы поставите лайк за такое прекраснейшее видео. Подпишитесь на мой канал. Нажимайте на красную кнопочку. И маленькие подписки превращайте ее в серую. Давайте поскорее добьем 3 миллиона подписчиков на моем канале. Кстати, ребятки, небольшая поправочка. У нас будет всего по 3 задания. И одно из этих заданий моя мама уже выполнила. Пиши в комментариях, если ты уже заметил, какое именно. Ну, а мы сейчас с мамой, прежде чем начнем выполнять задания, переместимся теперь уже в наши комнаты. То есть я в мамину, маму в мою. И мы переоденемся. Ой, кипец. Мама переоденется в мою одежду, а я переоденусь в мамину. Мы вам желаем чего? Приятного просмотра. И мы будем начинать. Поехали. Ну что же, мы переоделись. Я сейчас в мамином образе, мама в моем. Слушай, мам, у тебя очень идет свободная одежда. Я тебе так скажу. А вообще у нас стиль с мамой очень даже похож. Ну, наверняка вот эта одежда, в принципе, не отличается от того, что я иногда ношу дома. Ну, это, наверное, нет. А вообще, мне, в принципе, комфортно в маминых шмотках прямо сейчас. Поэтому мы перемещаемся сейчас в комнаты. Каринина комната стала сегодня моей. А моя комната моей. Поэтому сейчас мы проведем небольшой рум-тур и посмотрим, какие задания нам достанутся в тех самых коробочках. Поехали. Ну что же, прямо сейчас мы приступаем к рум-туру комнаты моих родителей. Соответственно, она там и комната моей мамы. И никто из моих подписчиков наверняка эту комнату еще не видел. Поэтому сейчас произойдет долгожданный момент. Мы открываем дверь. И добро пожаловать в сегодняшнюю мою комнату на 24 часа. Начнем мы, пожалуй, вот с этой огромной кровати. Кровать неимоверно мягкая, и я всю жизнь мечтала сделать вот так. Вы не представляете, насколько она уютная и насколько удобно в ней спать. Это проверено. Да-да, иногда я люблю спать в комнате родителей, когда они там куда-то уезжают. Поэтому кроватка суперская, большая, уютная. И в ней можно даже снять сегодняшние 24 часа. Ничего не делать, ничего не вытягивать. Вот так просто лягу и все. Супер. Итак, после кровати я вам показываю чудеснейший а-ля туалетный столик, но без зеркала. Где стоят всякие духи, парфюм, парфюм моего папы, парфюм моей мамы. Мы с мамой недавно, кстати, ходили в магазин и купили новые духи. Что мне, что маме. Сегодня это духи мои от Монталь. Они сначала понравились мне. И мама мне сказала такая, блин, мне они тоже нравятся, поэтому я их себе заберу. У тебя и так много духов. Поэтому сегодня я смогу ими воспользоваться. Духи просто офигенные. Также тут есть еще огромнейший выбор. Красивая подставочка. Мамина сумка, которая мне очень понравилась. И я тоже хотела купить точно такую же. Она очень круто сочетается с каким-то длинным красивым пальто. Сегодня я тоже, наверное, мамина пальто какое-нибудь украду. Поэтому сумочку я сегодня тоже надену. Она очень круто выглядит. Погода, не солнечные очки использовать не будем. Ну и перемещаемся в папин кабинет. Вот так вот мы идем. И оказываемся чудным образом в любимом уголочке моего папы. Папа мой всегда сидит именно тут. Смотрит всякие новости. Тут у него куча документов, калькулятор. Тут он занимается своими делами. Принтер, в общем, все, что нужно. Ну и райский уголок моего папы. Это, соответственно, вот такой вот огромный шкаф. Все показывать я вам не буду. Но открою вот эту вот красоту. Тут вся просто гордость моего папы. Всякие фотографии с его мамой. Всякие бейджики, не бейджики. В общем, все его любимое, священное, драгоценное. Скажу так. Тут есть прекраснейший телевизор. Здесь сегодня вечером я тоже буду смотреть всякие мультики. Мультики я обожаю. Или какой-нибудь фильм про любовь. Ну и сейчас мы перемещаемся в ванную моих родителей. Где моя мама, то есть я на сегодняшний день буду умываться. Приводить себя в порядок вечерочком. Ванная родителей мне нравилась просто всегда. Во-первых, там изумрудный, просто офигенный цвет плитки. И все настолько круто выглядит. И я тут мечтала бы поснимать какие-то красивые истории. Как я растворяю какую-то красивую бомбочку. Мамин халат, точнее уже не мамин, а мой шелковый, красивенький, черненький. Офигенская ванная, где сегодня вечером я обязательно помоюсь. Ну и мамины уходовые средства. В основном мама любит использовать дорогую люксовую косметику. В основном это La Roche-Posay. Я тоже использую, и это единственное, что я знаю. La Mer мама тоже очень любит. И всякие крема, но они уже антивозрастные. Ну и всю комнату я показала. Сейчас мы с вами посмотрим, как продемонстрирует Карина Аракелян свою комнату. То есть моя мама мою комнату. Но это же ее комната на 24 часа. Так что приятного просмотра. Посмотрим, что там она делает. Ребят, ну а сегодня я хочу показать вам комнату Карины. На сегодняшний день это моя комната. Пойдемте. Начнем с того, что при входе Карина сразу же радуется, когда видит себя. Вот она, какая чудесная девочка. Когда-то она хотела добиться 100 тысяч отметок. Но сейчас у нее все замечательно и все гораздо больше. Вот это ее комната, знакомьтесь. Чудесненькая кроватка, на которой она спит одна. Такая же, в принципе, как и моя кровать. Здесь у нас девушка занимает самый огромный шкаф, мне кажется, во всей квартире. Если еще и дополнить вот этим продолжением шкафа. Ну, здесь она хранит свои вещи. Тут шкаф чудесно превращается иногда в зеркало. Отделение у Карины тут везде. Ну, в принципе, ребенок прибрался. Ой. Капец. А то я потом отдельно с ней поговорю. Вот. Ну и здесь у нее, ребят, самые чудесные для меня тоже вещи. Это мы с ней очень любим. Ее красивые сумочки брендовые. Очень много сегодня я тоже буду выбирать. Ну, тумбочки. Вот ее столик. Ну, здесь, конечно, порядок. Косметика, конечно, горы. Это, я не знаю, мне кажется, тут целую армию можно накрасить. И она все это наносит на свое бедное молодое личико. Зачем она это делает, конечно, я не до конца понимаю. Карина для кучи к хаосу в своей комнате завела еще и хомяка. Этот хомяк, если успели заметить, была уборка час назад. Но здесь уже все перевернуто. Хомяк, как только все перевернет, он укладывается на боковую. Сейчас он отдыхает. Здесь у нее доска. Вот тут тоже можно посмотреть. Очень много разных фотографий, которые я давным-давно не рассматривала. Это Каринкин друг Илюшка. Висит здесь очень давно уже эта фотография. Вот здесь любимое место и мое тоже. Я сюда иногда тоже захаживаю, когда Карины нет дома. Это украшения. У нее здесь периодически я тоже их заимствую. Карина в мои. Я ее. Здесь у нее очень много браслетиков. Ее колечки, украшения, кортье. Это все она очень любит. Очень много таких вот прикольных вещичек. Вот здесь у нее очень много духов. Ребят, ну и вот это вот ее цветное местечко такое. Вот повесила на какую-то фигню здесь с непонятными буквами. Кто-нибудь догадывается, что здесь написано? Я недавно только догадалась. Особо внимания не уделяла этому. И, как всегда, это все беспорядочно. Но тут вот она смотрит телевизор, включает, релаксирует. Очень часто включает какую-то медитацию. И отдыхает на своей просторной огромной кровати. Вот, очень любит вот эти тоже упрошения. Там, кстати, знаете, что тут хранится? Ребят, кто-нибудь, если за Кариной давно наблюдает, у нее здесь вот такие вот штучки, которые она плела с детства, наверное, лет 8. Резиночки. Наверное, очень многие этим делом увлекались. Видите, какая красотка. Вот, ну и здесь там всякие интересные вещи. Когда-то у нас жила еще шиншилла. Была вот такая огромная клетка. И вот этот дом деревянный тоже там стоял. Вот. Ну и последний отсек ее шкафа. Смотрите. Вот это вот Каринка. Каринке здесь лет 5-6, наверное. Мы делали еще это, когда жили в другом городе. Вот, заходили в такую большую... Карина заходила в такую будку, там садилась, нажимала на кнопочку и аппарат ее рисовал. Вот, в принципе, у нас здесь все. Это тоже какие-то ее там дела. Тоже, смотрите, это рисовала какая-то подписчица Карин. Обзор комнаты я Каринкиной закончила. Сегодня я царствую в этой комнате. Сегодня я Карина Ракелян. Поэтому на этом все. Комната моя. Нет-нет-нет, мамочка, еще не все. Я тут приготовила коробочки. Комната моя, надо стучаться. Ну и что? Все равно, смотри-ка. Не-не-не, моя серенькая коробочка. Сейчас мы должны с тобой вытянуть по одной записочке и уже решить, какие задания мы будем выполнять дальше. Дорогая моя, я уже задание одно выполнила. Давай теперь ты. Ага, мама же у нас выполнила. То есть начнем с тебя, да? Достаешь ты. Хорошо. Итак, коробочки у нас очень много записок, поэтому сейчас мне нужно выполнить всего одну. Чуть-чуть перемешиваю и достаю первую. Я очень боюсь, мама, потому что... Хоть бы там было пол помыть, я как раз давно не вызвала. Ага, пол помыть, квартиру почистить и переехать уже куда-нибудь, наконец. И оставайся. Если ты сейчас будешь выполнять эти задания, можешь еще долго жить. Ага. Ну хорошо, давайте-ка посмотрим. Итак, так, 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 так. Первое мое задание это уход за питомцем. Мила, держись. Тут у нас как раз-таки Милка лежит. А уход это что, помыть, причесать? Ну да, можно ее искупать. Искупать. Ну я, в принципе, тогда сейчас расскажу немножечко о моей собачке. Пойдемте переместимся и ее помоем. Ну что, ребятки, мы оказались в гардеробе. Мила, купаться. Купаться пойдет, Мила? Купаться. Купаться, Милочка, пойдет? Посмотрите на ее глазки. Бедная собачка боится, потому что мама ее постоянно купает. Но ничего страшного, я все сделаю сейчас аккуратненько. Купаться, Мила, пойдет? О, все, бежать уже ей охота. Но нет, я должна выполнить задание. Я животных никогда не мучаю. Милка у нас послушная девочка. Она сейчас никуда убегать не будет. Я проверяю водичку. Водичка тепленькая. И делаю это вот так вот аккуратненько. Мила у нас не любит холодную воду, поэтому я уже заранее проверила. Водичка тепленькая. Хвостик намочу. Намочу мелкие лапки. Каждую по очереди. Вот таким вот образом. Все сделаю максимально аккуратно. Ну и покажу вам шампунь, который я использую. Вот так вот он выглядит. Сейчас я Милку намылю, а потом уже будем мыть ей голову. Делаю я это вот так. Вот аккуратненько. Каждую лапку, хвостик. Вот таким вот образом. Для Милки вообще процесс купания это ее самый нелюбимый процесс. Но зато потом вы сможете увидеть, как Милка носится по всему дому, когда я ее уже протру полотенчик. Ну а пока я мою собачку, ребят, давайте посмотрим, как выполняла одно из заданий моя мама. А какое это было задание, вы прямо сейчас узнаете. Привет, ребята. Сегодня я перевоплощаюсь в Карину. Образ Карины будет начинаться с ногтей. Хочу сказать, что никогда не наращивала ногти. Всегда носила вот такие коротенькие свои были. Поэтому ощущения не знаю, пока не могу передать. Сейчас, конечно, все это сделают. В процессе буду вам описывать, что я ощущаю. И в итоге, естественно, свои тоже чувства прокомментирую. Но пока еще не знаю даже, что ждать. Посмотрим. Вот, прощаюсь со своими ноготочками. Отращивала их специально до определенной длины. Сейчас, чтобы нарастить, надо их еще и отпилить полностью. Очень жалко. Но зато сейчас будут вот такие вот длиннющие когти. Первый этап закончился. Убрали все не мое, сейчас осталось мое. Будем приступать к наращиванию. Выбираю. Может быть, вот такой сделать. Как думаете? Немножко по длине, чем у Карины. Я думаю, будет прикольно. Все, Леночка, у меня ногти подготовила. И сейчас начинается основной процесс наращивания. Выбрали длину. Очень длинную для меня. Непривычную. Сейчас я вам покажу, что получится. Один готов, никого не хочу обидеть. Ну, вот такое произведение искусства будет. Ну вот, очередной этап закончился у нас. Вот такое чудо получилось. Вы знаете, даже не знаю, как прокомментировать. Такое ощущение, что у меня протезы. Ну, реально. Я с такой длиной еще никогда не ходила. Что-то такое необыкновенное, не мое. И надо, конечно, выработать привычку еще к этому. Но, вы знаете, наверное, девушки, которые носят такие ногти, всегда вооружены. Они всегда могут защититься. Пробую что-то написать. У меня уже ничего не получается. Тыкаю ногтями, а надо теперь научиться как-то попадать подушечками пальцев. Чтобы правильно что-то написать. Короче, надо еще и привычки поменять. Примерно определились цветом. Вот такой вот я выбрала дизайн. Не дизайн, а цвет. Будем стремиться к этому. Что, ребята, смотрите, какое чудо получилось. Очень красиво, эстетично. Подходит к моему образу. Из минусов могу добавить, что не каждая попка выдержит сидеть от 3 до 6 часов. Это, конечно, очень трудно. Как это Карина делает ежемесячно, я вообще не представляю. Перевоплощение произошло. Я теперь Карина Ракелян. Я вас очень всех люблю. Подписывайся на мой канал. А сейчас я попробую отправить Каринке сообщение, как у меня это получится. Вот пытаюсь. Сейчас как тут еще правильно на кнопочки попасть. Слушайте, ну не получается только вот совсем вот такими подушечками сюда, если нажимать. Так как я привыкла вот так вот короткими своими писать, не получается. Видите, получается уже. Все хорошо. Ну что же, Милочку я искупала. Вот оно, мое самое любимое создание. Вы не представляете, как я обожаю животных, ребят. Это самое дорогое, наверное, что у меня есть. Это мой самый любимый питомец. Милочка, я ее сейчас протру. Аккуратненько, чтобы она не мерзла. Ну и у нее традиция, как и в основном у всех собак, это носиться просто по всему дому, как только ее искупают. Поэтому я уверена, сейчас будет то же самое. Я все аккуратненько протираю Милочку. Аккуратненько протираю лапки. Все аккуратненько делаю. Ну и как только Милочка немножечко подсохнет, как только ее шерсть будет чуть-чуть суховатой, я ей обработаю ушки за кадром, чтобы туда ничего не попало из воды. Итак, наблюдаем. Ну и как только, ребят, сейчас Мила услышит одно прекраснейшее слово. Награда! Она сразу же бежит на кухню. И бежит она неспроста, потому что у нас на кухне имеется вот такой вот ящичек небольшой с огромным количеством всяких лакомств. Всякие, в общем-то, вкусности, которые Милка просто обожает. И посмотрите, как она стоит и преданно ждет. И тут она уж точно от меня не убежит, потому что она обожает эти лакомства. Давайте сегодня мы ей дадим медальоны из ягненка. И я ей покажу команды, которые она знает, но надеюсь, что сейчас она их сможет выполнить без проблем. Итак, Мила, голос! Гавкать сильно она не может, но это, как вы поняли, голос. Далее. Давай лапу. Вот она моя девочка! Посмотрите, как она умеет! Моя радость! Лежать. Держи, мое солнышко! И все. И тут она кушает эту вкуснятину. И потом наверняка будет просить еще. Я очень долго тренировала Милку, чтобы она выучила хотя бы какие-то вот такие базовые команды. Потому что Милка сама по себе не любила этим заниматься. Но с самого детства, а Милке уже 7 лет, я ей постоянно давала какие-то лакомства. И показывала, что вот нужно сидеть, нужно лежать, там дай лапу и так далее. И со временем она научилась. И сейчас опять смотрит на меня и просит еще. Такая вот красавица. Ну что же, настало время тянуть записки со следующими заданиями. Интересно, что же нам попадется. Вместе тянем, да? Вместе тянем. Ага. Так, перемешиваем. Занятие йогой. Вот. Очень хорошо. Блин, ребята. Чтобы вы понимали, мама меня уже очень долгое время просит хотя бы попробовать позаниматься йогой. И поэтому, я так понимаю, сегодня я иду в ее любимый центр заниматься йогой. Сто процентов, да? Нельзя перетянуть там, не записать. Иди, пробуй. Тебе понравилось что? Ладно, ты тяни. У тебя что? Тебе можно? Нет. Фото из ленты Инстаграм. Твое фото нужно сделать, да? Не сделать. Нужно повторить фотографию из моего Инстаграма. А ты видела, да, какие там фотки? Ну ладно, я подготовила для тебя нормальную. Можешь не переживать. А, хорошо. Я тебе ее сейчас покажу. Давай быстренько. Она выглядит вот таким вот образом. Сможешь ты ее повторить или нет? Ну, я думаю, смогу. Ну все, тогда раз у меня занятие йогой, я пойду переодеваться, соответственно, тоже в мамину одежду. Ну и мама тоже. Получается, мы с тобой прощаемся, переодеваемся и посмотрим, кто как выполнит задание. Давай, дочь, йога тебе понравится. Я надеюсь, что да. Так как иногда бывает, что я ношу мамину одежду, я уже знаю, где у нее что лежит. Поэтому прямо сейчас мне нужно выбрать, в чем я выйду на улицу. Ну и, соответственно, я же хожу в спортзал. Так что сумочка для йоги с костюмчиком у меня уже подготовлена. Ее я вам не буду показывать, а покажу, в чем выйду из дома. Поэтому открываем шкаф. Сейчас мы с вами выберем классику. К чему, естественно, привыкла и я. У мамы тоже гардероб большой, поэтому я сейчас вот так вот отодвину и выберу штаны, которые я надену. У нас размерчик с мамой, конечно же, отличается. Поэтому я думаю, что... Я вот недавно мерила вот эти штаны. Не знаю, подойдут они или нет, но, скорее всего, я надену классические черные, которые 100% на меня налезут, потому что у них сам по себе материал такой, который тянется. Мама такие штаны надевает тоже часто, точно так же, как и я, и поверх какую-нибудь красивую кофточку. А я, как вы знаете, люблю заправлять все в джинсы, в штаны, поэтому мне понадобится обязательно ремень. Самый мой любимый ремень мамин, это вот такой вот луи бетон, и он двухсторонний, то есть можно сделать вот так вот. И чудесным образом превратить этот ремень не в коричневенький, а в черный. Соответственно, эту сторону, скорее всего, мы с вами и будем использовать. А по кофточкам мне нравится мамина кофта, которая выглядит вот так, она очень теплая, уютная, а на улице сейчас похолодало. Но так как я надену какую-нибудь мамину теплую куртку или же, скорее всего, пальто, я, в принципе, могу надеть любимую футболку, которая мне очень нравится у мамы, и выглядит она вот так. Я ее давно мечтала надеть, но мама постоянно такая нет-нет-нет, поэтому я думаю, что у нас будет очень симпатичный лук. Ну, конечно же, сумочка, которую мне мама не давала. Ну, так как моя мама сегодня тоже наденет мой образ, сегодня я, наконец-то, смогу походить в сумке моей мамы. А это просто замечательно, я рада. Ну, и теперь перевоплощаюсь я в Карину, сейчас я подбираю образ, который был в задании, во что я должна одеться, и выбираем одежду, исходя из фотографии. Здесь, значит, на фотографии вот такой джемперочек, низ мы оденем, низа не видно. Ну, и вот такой палантинчик, верхнюю одежду, там на выходе. Ну, и мы уже переоделись в образы, я в Карине, Карина в маме. Да. И я забыла к моему образу сумочку очечки, которые были у Карины на фотографии. Мы с мамой, так сказать, обменялись палантинами, у мамы весь образ черный, у меня хотя бы какие-то яркие цвета появились. Такая зелененькая, очень красивая футболочка, я выбрала именно ее, потому что ты мне ее неделю назад не разрешила надеть. Ну, и офигенский палантин, они одинаковые, только мой, соответственно, черный, который взяла мама, а я взяла мамин розовенький, очень красивый. Очень неприличный черный стиль для меня. Карина все время ходит в черном, как это можно делать? Я обожаю черный цвет, просто обожаю. Соответственно, обувь сейчас на мне мамина, ну, а на маме мои любимые Валентины черные. И я, когда увидела мамин образ со стороны, я такая, Канэритонс, не хватает тебе, мам, просто черного парика. А, кстати, забыла сказать, вот моя сумочка для занятий йогой, там спортивный костюм, кроссовки и все, что нужно для того, чтобы почувствовать себя в образе моей мамы. Сейчас мы надеваем верхнюю одежду. Я надену, мам, можно твою вот эту дубленку? Ну, уже одевай, раз уж ну-то пошло. Мне она очень-очень-очень нравится, а мама так и повторяет фотку, я уже знаю, что наденет. Это будет черное мое любимое пальто. Кошмар, как можно ходить во всем черном, Карина? Вот так вот я выгляжу, мне кажется, что очень даже красиво, а мама у нас черный ловелас. Мама черная вообще сегодня. Вообще полностью, ну, тебе идет этот образ, и мне тоже неплохо. Ну, а я теперь вылета Анна Аракелян, то есть моя мама, и я желаю тебе круто повторить фотографию. Спасибо, дочь, я готова. Поехали. Мне выпало задание сфотографироваться в образе Карины, вот у меня уже полностью лук готов, у меня все с собой, все есть. Я решила сфотографироваться на улице, выбрать просто какой-нибудь любой ракурс. Москва сейчас очень сервая, и как-то немножечко разнообразить, хотя бы просто на улице сделать фотографию. Я думаю, что будет актуально. Идем фоткаться. Мы сняли серию фотографий, я думаю, получилось все идеально. Фотографии можете посмотреть у Карины в инстаграм, в профиле. Выберите, скажете, что как, похожим и не похожи, получилось фотография, не получилось. Вот, а у меня чудесная коробочка с очередным заданием, надеюсь, уже она последняя. Это чудесное задание, я думаю. Я ждала его весь день, я очень люблю это дело, так как как же моя дочь все это любит, все эти дела. Вот, поэтому отправляемся шопиться. Ну что же, дорогие мои, я пожелала маме удачи уже давным-давно и приехала на йогу. Сейчас буду заниматься, мне осталось лишь только переодеться. Мне уже выдали вот такой вот красивенький ключик, номер 8. Надеюсь, это мой номер на удачу сегодня. Я сейчас переоденусь и уже вернусь к вам. Ну что же, я уже готова к занятиям. Мне уже стало интересно, чем же занимается моя мама. То есть я сегодня, поэтому погнали. Ну что, ребят, я уже нахожусь в зале, переоделась, чувствую себя просто прекрасно. Хочу вас познакомить с моим преподавателем на сегодняшний день, Анастасия. И сегодня она расскажет нам, что такое вообще йога, по крайней мере мне, потому что я с этим не знакома. Ну и мы немножечко подвигаемся и поймем вообще, точнее я пойму, что это такое. Доброе утро! Добрый день, Карина! Добро пожаловать в мир йоги. Вкратце, что такое йога? Йога пришла к нам из Древней Индии. И первое упоминание было на одном из священных текстов, где рассказалось о том, что йога это инструмент, который помогает натренировать тело, сознание и ум для того, чтобы получить некую связь с чем-то более высшим. Что может йога дать нам сейчас? В первую очередь, конечно, здоровое и сбалансированное тело. А йога по нагрузке, с точки зрения физики, это сочетание силы, гибкости, баланса и координации. Все, ну что, попробуем? Да, давай. Немножко разогреемся и поделаем несколько поз и переходов. Ноги. Ну что, занятия закончились и эмоции были просто неимоверные. Мне очень понравилось. Я теперь поняла, почему моя мама тянула меня постоянно на йогу. Поэтому 100% теперь буду ходить. Ну и осталось у меня последнее занятие, точнее последнее задание. Я максимально расслаблена после йоги. Настроение такое сразу хорошее. Ну и было хорошее, но и улучшилось к тому же. В общем-то, я открываю коробочку с заданиями от моей мамы и вытягиваю в рандомную записочку. Итак, мне попадаются уроки с Полиной. То есть, если я насладилась сейчас йогой, мне нужно обязательно испортить себе настроение. Сейчас я пойду делать уроки с Полиной. Окей, поехали. Я практически все задания уже выполнила. Осталось последнее, самое интересное, самое мое любимое занятие и любимое занятие моей дочери. Я приехала в ГУ и я приступаю к шоппингу. Я очень люблю и дочь моя очень любит отдел салон Луи Виттон. И сейчас мы идем прямо туда. Ребята, ну все, я уже в ГУ и Виттон. Мы уже поднялись на второй этаж, где в основном большая часть одежды. Хочу вам представить Виталия. Все время здесь я, когда нахожусь, Виталий всегда со мной рядом. Наш любимый бренд это Луи Виттон. Вот и мой, и Каринкин. Поэтому, соответственно, я здесь. И Виталия я попросила за несколько дней найти мой любимый палантинчик. Ты его примей. Да, я читаю. Хорошо. Хорошо. Новая Карина Археляна готова. Я выполнила очередное задание. У меня получилось. Мне нравится. Я беру эту вещь. Спасибо, Виталий. Очень приятно. Была рада помочь. До свидания. Я выполнила последнее задание. Оно было очень приятное. Я выбрала все-таки последнюю шаль. И сейчас я еду уже домой. Мои все задания уже завершены. Сейчас поеду домой и узнаю, как там дела у Карины. Чем она справляется и как она справляется. Полиночка, моя дорогая, привет. Привет, Кари. Ты у нас чем сейчас занята? Ну-ка, расскажи ко мне. Я смотрю новогодний фильм. Полина у нас смотрит новогодний фильм. Но я тебя хочу разочаровать или, возможно, обрадовать. Я сегодня в роли мамы буду помогать тебе делать уроки. Но ты можешь прямо сейчас, да, закрывать компьютер. Не знаю, пригодится или не пригодится. Доставай все тетради и учебники. А я пока... А, мы сейчас домашку делать будем. Всю твою домашку. А ты не собиралась ее делать? Нет, не собиралась. Давай, все, что тебе задали, доставай. Ну, а пока Полина достает всякие тетради и учебники, я с гордостью, точнее даже с радостью могу сказать, что будет очень мало. Это нам понадобится сегодня, чтобы сделать домашку. Ты не передумала? Я передумала. Тебе же всегда очень мало задают, Полина. Чего ты это взяла? Я мало делаю, но задают-то много. Нормальный, да, ученик? Какой у тебя класс? Четвертый, пятый? Стой. 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 Ладно, Полин, тебе повезло. Давай с тобой. Это тебе повезло, что ты будешь делать мое дозор. Вместе с тобой вообще. Удачи! Для тебя я ничего делать не буду. Я сегодня в роли мамы. Мама за тебя никогда полностью уроки не делает. Так что, Полиночка, дорогая моя, мы с тобой вместе сейчас будем делать все эти уроки. Давай я сложу хотя бы друг на друга все твои предметы и начнем хотя бы с чего-нибудь. Я сейчас принесу стул, и мы начнем. Пишите, вставляя пропущенные буквы, обозначьте окончание и объясните их в написании. Полин, записывай. Как раз таки я тебе сейчас все буду объяснять. Так, записывай. Ну и я, соответственно, проверю, правильно ты пишешь или нет. Полиночка, записывай. Ага, записывай у нас вообще, что это такое и не понимаешь. Пап, ты знаешь, что мой папа получил в южопе. Мы будем жить в южопе. Записывай. Записываю. Записываешь, да? Угу. Ну что, Полиночка, читай вот эту чудесную главу и ты здесь напиши данный абза. Карина, мы с тобой все доделали. Ну все, закончили, смотри. Дальше фильм. Спасибо. За помощь. Фух, ну что, мама, скажи, пожалуйста, как тебе понравилось вообще быть в моем теле, нет? День был очень тяжелый, сложный, но в твоем теле на один день мне очень понравилось быть. Теперь ты понимаешь. Теперь точнее я понимаю, что это такое. Как это, Карина, жить беззаботно, ходить по магазинам, шопиться, наращивать вот такие ногти и ни хрена не делать. Это Карина на слова, кстати. Ну, слушай. Поэтому для меня день в твоем образе был чудесным. Ну и мне тоже понравилось вам быть в твоем образе. Не так уж и сильно, как и в моем. Непривычно, конечно, но мне понравилась йога. Я научилась мыть собаку. Я тебя звала туда много раз. Вот. Так что, ребятки, этот день был просто незабываемый. Спасибо вам большое, что вы досмотрели это видео до самого конца. Ребят, пишите в комментариях, какое, по вашему мнению, задание было самым сложным. И не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Напоминаю про 3 миллиона. А мы очень устали, но продолжаем жить в разных телах, скажу так. Спасибо вам большое за просмотр этого видео. Всю подробную информацию, как мы продолжили наши 24 часа, вы можете посмотреть у меня в Инстаграме. Ник вы сейчас видите на своих экранах. Ну и спасибо за просмотр. Мы с вами прощаемся. С вами была Карина Аракелян и Анна Аракелян. Всем пока-пока.